Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Сегодня мы с вами едем в Коломню. К своему стыду в Коломне я был только проездом. Видел из электрички через забор коломенский тепловозостроительный завод. Знаю, что там есть трамвай, ну и все. Но сегодня повод посетить Коломну особенный. Там проходит слет под рюкзаком, где соберутся тревел-блогеры, всякие путешественники, интересные личности. Ну что ж, назвался грузьем, полезая в лукошко, вот я туда и поеду. В общем, это будет очень интересный опыт. Еду я на два дня. Автодом экипированный готов. Так что, в бой! Ми-ми-ми! Редкий на сегодняшний день момент, когда светит солнышко. Обычно все в тучах. А в Коломне солнечно, мы наконец-то добрались. Пойдем посмотрим. И вот палатка организаторов у нас уже позади. Можем посмотреть, что там происходит. Отлично. Вот там где-то, ну, я не знаю, сколько километров надо было катиться. Время от времени останавливаться ногами. Вот мы с Леной, например, точно так же на Кавказе сделали. В Дагестане. Ну, мы не учимся на своих ошибках. Такие прикольные экологически чистые сиденья. Мы выживем. Мне говорят, что все хорошо. Я говорю, я взял кошки. Они очень сильно помогают. Мне говорят, бросай людей. Пускай они умирают. Возвращай кошки. А еще, помимо ветра, мокрых тюков, сена и выступающих, здесь есть всякие палаточки и едальнии. Давайте посмотрим, что там. Так, ну и здесь, в принципе, все понятно. Мангал, криль, шашлик. Отличный вариант, чем занять детей. Перч. Далпа народа. Наверное, там кормят на халяву. Давай посмотрим. Так и знал. Бесплатная еда. Все, ты без свободы. А вот и наш друг. Здравствуй, Даня. Привет. Друзья, в лучших традициях жанра. Посидеть, поболтать не удалось. Лютая погода, страшный ветер. Я приехал на второй день. А в первый день там и с ценой все стесло. Вот как-то так это все выглядит. Шатры, сейчас это все полетит. А там, я сейчас покажу, что там. Там вот такая вот огромная туча. И ветер! Даже на камеру видно, какая стена дождя сейчас сюда придет. Эвакуируемся. Это, конечно, все хорошо, но автодом лучше. Да, да, да. Да, поснимать хотя бы. Знаете, как победить Чопа? Позвонить его хозяину. Вот тут с парнями. Большим людям, большая дорога. Можно? Да. Спасибо. Мы сейчас все наукраем будем. Нам это не страшно. Нам это не страшно. Мы вчера подождем стояли. Мы вот вчера выступали. Не открывайте двери. Мы не будем лазить, мы снаружи. Ну, там пройдите поближе. Хорошо, спасибо вам большое. А там техническое дело. Ну, погнали. Туда не ходите. Чем старше мальчики, тем больше их игрушки. И тем больше их игрушек. Пойдем посмотрим. Вы знали про такой автобус? Азия. А я вот нет. А он вот здесь стоит, комплектный колеса накачаны. Да, территория здесь не очень оборудована. Но это мелочи. Когда тебе интересно, когда хочется это все посмотреть. Чем труднее добираешься, тем больше награда. Лиас. Карлс. За ним еще один. Запорожская таврия. Такая не до восьмерка. А много ли их вы сейчас видите на дорогах? А во дворах? То-то же. А здесь ее сохраняют, как экспонат. Емеля вырос. И печь ему стала больше не нужна. А ведь еще совсем недавно на нем можно было прокатиться по Москве. А как вам такой представитель? Авиа А-31. Любовь и боль в тебе сплелась. Клумбы из мотоцикла. Сидушечки под жопнички. Говорят, удобные, кстати. А здесь, видимо, был матрас для удобства ездока. Представитель дизайна 70-х. Оранжевый москвич. Яркий, добрый апельсин. И разноцветная 21-я волжанка. А вот и Урал. Коляска, как водится, замята. Аппозит, как водится, клумба. Вот чем частные музеи хороши. Казалось бы, Волга. 90-е года. Развалена. Зачем ее сохранять? А ведь пройдет не так много времени. И они в большинстве своем уже сгниют. И таких останутся единицы. Запорожец горбатый. Тоже нечастый гость. Самый позитивный советский автомобиль. 968 М. 401, 402. Давайте называть его хапа-хапа. Стиль совершенства. Бежевый, велюровый салон. Вне времени. Ну и как же без победы. Две сентрички. Автомобиль и людоед. А вот интересный Мерседес. Я такого вообще еще не видел. Наверное, заводской кемпер. И нестареющая классика. 123-й кузов. Ешка. Самый надежный автомобиль в истории. Кто знает, может именно в этом автомобиле катались советские охотники за привидениями. Ржавая АК. Но с фаркопом. Интересно, что на ней можно увезти. Тоже уникальная штучка. Ифа-мультикар. Маленький прикольный грузовичок. За ним еще один запорожец. А там еще один. И еще. Вот здорово, что есть такие люди, которые несмотря ни на что сохраняют эту технику. Да, состояние у нее явно не музейное. Она во мку, по ржавчине. Но она живая. Она такая настоящая. Именно такая, какую мы ее помним. Какую мы ее любим. Субтитры сделал DimaTorzok. А вот и начался дождик, но он нам не страшен. Наша честная компания перебралась в бус. Мы поставили водичку, и скоро у нас будет горячий сладкий чай. Самое интересное, что спонсором мероприятия, где я был ведущим, был РЖД. Парики Лена проплыли в июле. Вот, я хочу порекомендовать вам. И более того, я говорил всякие хорошие слова про РЖД, потому что я к РЖД отношусь с большой симпатией вообще к железной дороге. А потом еще и про Максимов бус рассказывал. Поэтому Максим вот хоть и не участвовал в нашем фестивале, но тем не менее участвовал, хотя и не как спикер. Вот, ну зато наш ведущий оказался в бусе, про который рассказывал. И вот мы тут сидим. Я поэтому и рассказывал. И отдыхаем. Доехали до кемпинга, где разместили ребят. Пойдемте посмотрим, что он из себя представляет. А представляет он из себя аккуратные мимимишные вагончики. Тут газонка высажена. Можно палаточку поставить. Столики прикольные. И вот в таком все аккуратном, я бы даже сказал, в какой-то степени европейском стиле. Миги. Очень красиво. Мы уже и разместились. Было решено заезжать на кемпинговую зону. Он тут много страждущих. Посмотрите на эти счастливые. С 81 года я здесь живу. Кто вот принесет, кто вот шляпу принесли. Что там? Самогонку. Снимай здесь. Иди отсюда. Так, мой дом захватили какие-то дикари. Пойду по добру, по здорову. Долго ждать не пришлось. Туча себя показала. Но мы в хапре. Даже лучше. Мы под таким навесом. Пьем горячий чай. И радуемся компанией друг друга. А сейчас ходим в магазин. Тут он колбасы и хлеба. Еще будут и бутерброды. А еще к нам приехал Андрюха из города Гагарин. Канал Нищеброда Гагарина. Ну, не на Дрезине, на Черной Приоре. Доехал, довольный. Ну, было бы круто. Доехал по ЖД на Дрезине. Подготовился лучше нас всех. Вот как надо было. А мы тут в каких-то ботиночках своих. Ну, блогеры, это ж не рабочие люди. Так что, вот так вот. Привет. Нет, ОЗК забыл. Хотел ОЗК взять. Вот раз брал. Сережа нашли, а... Вот это правильный подход. Вот так и надо ходить. А вот вид с реки Коломенко. Мы сейчас идем в сторону Кремля. Пойдем под мостом. Даня, вот мы с тобой попали, по сути, на аквадискотеку. Вот подобие дискотеки. И все это в воде. Мы идем гулять по городу и наткнулись на интересную инсталляцию. Шапки эти и внезапно паровой паромобиль. Локомобиль. Да, все-таки локомобиль. Классная улочка. Провинциально и уютно. Вот люблю я такие города. Идешь, гуляешь, ощущаешь всю самобытность и нас, как народа и нашей культуры. Да и вообще. Почаще путешествуйте по России. У нас намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. А если ходить устал, можно снять себе лошадку. И грустного конюха. Вышли в такую парковую зону, чем-то напоминает Краснодар с его парком Галецкого. А рядом архитектура. Диггер Даниил Давыдов осматривает вариант кемпера. Караван. Вот. Что ты там нашел, Даня? У меня в автодоме огурцы, угощайте. Да ладно. Да. Сколько им лет? Ну почему лет? Там малосольные, этого года. Вот мы и на месте. А это самый маленький дом. Даже не автодом, а мотодом. Поэтому нет. Паша тоже просаживается. Теперь осталось только зайти в магазин, купить продуктов и начинать накрывать на стол. Сегодня у нас будет самовар и чай. Все, затарился. Пойдем. Прикольно, что вывески в едином стиле. Исторически более-менее аутентичный и выглядит не алиповато. Вот иду, я тащу это все. А тут вижу объект для залаза. Давайте залезем. Так. Вот кассет. Вот это по-нашему. Так. Главное на осколок не наступить. О как. Советский период. А ступеньки гранитные, как новая? Так, что нам тут приготовили? Так, это ливневка. Забита мусором и водой. Ну, а здесь вот такой переход. Не прямой, а слегка под углом. Поверим, посмотрим. Тернота. Главное не наступить. Почувствую себя машинистом метро. Да, и чудесным образом мы оказываемся на другой стороне улицы. Все то же самое. Какой отсюда вид красиво открывается. Ладно, пойдем обратно. А вот сюда, боюсь, так легко залезть не получится. Жареные грибы. Люди у костра. Как миллионы лет назад. Я смотрел, когда я поехал куда-то на север, чтобы показаться. Лучше я тебе скажу. Главное, чтобы рассказать такую историю. Ломоносов, да? Ломоносов. Вон, его... А мы организовали нашу маленькую чилл-аут-зону. Топинг-самовар. С этим же ребенком мы потом принимались. Он же с нами был тоже. Доброе утро. Настал второй день. Пора вставать. Запоздалый завтрак. Вкусняхи, кофе. К нам зашел Андрей. Приятного аппетита, Андрей. Спасибо. Там штучка такая есть. Лайк поставить. Вот обязательно надо нажать. И подписаться, нажаться, нажать. Ну и колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Да кучу уж. Да. Раз уж лайк поставили, да. Комментарий тоже желательно. Ну вот. Значит, нулевый. Да, он абсолютно новый. Единственное, что стекло треснуло. И... Колный комплект. Вот здесь датчик. И вот такие вот пакетики. Эти пакетики, они... Многие блогеры говорят, что это для проб. Проба сюда брать. Ни фига подобного. Это, короче, в них закладывается сюда датчик. Закладывается сюда датчик. И ты можешь его, допустим, в зерно, в землю, в песок, да, его засунуть. Чтобы он не загрязнялся. В итоге с одним мы проездили два месяца. Мы с ним проехали чуть-чуть Таиланда, Мьянму, чуть Индии. И в Непале он улетел по делам. А у второго все было хорошо со временем. Он управлял бизнесом издалека. У нас есть там огромное количество партий, которые мы не поездили. 15-20. На самом деле нет, приходит достаточно жесткий отбор. Я непонятно решаю, кто да, кто нет. Идея для душа. Просто рамка. И просто стяжки. В общем, один из авторов проекта. Рутрейл Орк. Маркированные маршруты России. Соответственно, не смогу вам рассказать про проституток и какие-то сложности вообще людей. Более приземленные темы. Проект маркированных маршрутов по всей России. Идея в следующем. Что человеку, который ни разу не ходил в поход, сорваться и пойти, вот всякие вот эти мелкие детали, рюкзак, палатка, спальники, как там приготовить еду, как ориентироваться на маршруте, и как, чтобы тебя там не покусали клещи, медведи и комары, ну, все сразу постигнуть сложно. Соответственно, проект маркированных маршрутов пытается часть проблем этих с человека снять. В частности, подготовка маршрута и ориентирование. Значит, ну, сейчас, на данном этапе, есть сайт rutrail.org, на котором собраны все маркированные маршруты страны. А те, которые не собраны, потихоньку собираются. А еще мы всей честной компанией решили добраться до какой-то плотины и посмотреть, что там происходит. Пойдем посмотрим. Так, нам запрещают. Не положено. Вон там вода. Какая разница уровня воды? Ладно. Но на нас уже ругаются, поэтому пойдем отсюда. Вот тоже эхо былых времен. Посмотрите, какая интересная колонка с водой. Здесь ручка. Вот мы попали в такой старый райончик. Очень все красиво. Провинциальность доведена, ну, до своего совершенства. Ничем не хуже какой-то Европы, Австрии. Именно наш российский, простите, русский колорит. Да, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и фестиваль подошел к концу. Несмотря на ужасную погоду, прямо сейчас идет дождь, очень все понравилось. Люди создали невероятную атмосферу единения. По сути, коллеги по палате, коллеги по цеху. Было очень приятно. Надеюсь, год до следующего фестиваля пролетит очень быстро и очень насыщенно. Буду рад вашим комментариям, насколько у меня получилось передать вам эту атмосферу. Специально старался снимать не сцену с официальной частью, а именно какие-то посиделки, какие-то междусобойчики. Ведь именно это и является целью такого фестиваля, чтобы всем собраться вместе. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok